Дорогие друзья, сегодня мы посетим лучшие исторические места города Благовещенск. Это единственный город в стране, который находится на границе с Китаем и через великую реку Амур. Поэтому история Благовещенска так тесно связана с жителями Китайской Народной Республики. И сегодня из современного Благовещенства мы окунемся в те самые времена, когда все начиналось. Амурская область – один из знаковых регионов в истории освоения России. Именно здесь началось освоение русского Дальнего Востока более столетия назад, когда казаки высадились на эти берега. Мы находимся на историческом месте, на первой улице. И в 1857 году единственной улице, на то время состоящей из нескольких строений. Тянулась она вдоль небольшой высоты – релки, которые не затапливали воды Амуры. Сейчас это переулок Релочный. Это первая улица города, откуда началась жизнь форт-поста России на дальневосточных рубежах. Именно здесь стоит восстановленный Кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы и Святой Никольской Церкви. Флагшток и памятник знаменитым людям, вершившим историю Амура. В 2009 году у Кафедрального Собора был установлен и освящен памятник основателям Дальнего Востока графу Николаю Николаевичу Муравьеву Амурскому и святителю Иннокентию Вениаминову. Муравьев Амурский весной 1858 года провел успешные переговоры с империей Цинь, где был подписан Айгунский договор, признающий левый берег Амура российским. Перед заливкой фундамента Кафедрального Собора были проведены археологические раскопки. В результате этих раскопок был найден старый фундамент. Это основание флагштока. Ныне здесь, на историческом месте, на месте фундамента, сейчас установлен стальная рея с флагом Российской Федерации, как память о флаге Российской Империи, который был установлен губернатором Николаем Муравьевым Амурским в честь освоения Дальнего Востока. Казаки-первопроходцы сплавлялись на реку Амур по реке Шилки из-за Байкалья. Когда они прибыли в Амурскую область, здесь раньше не было леса, поэтому они из своих плотов сделали такое вот деревянное сооружение. Одна часть здания была жилая, другая для хранения продуктов. Позже в части для хранения продуктов устроили мертвокладню, так как многие первопроходцы погибли. Выжившие казаки-первопроходцы заносили тела в здания, так как зимой не могли вырыть могилу, а весной они захоронили своих сотоварищей. Это был первый храм и первый деревянный дом будущего города. Получается, Благовещенск – это единственный город в России, который начался с храма. Этот храм видел многих – цесаревича Николая II, священников, людей, которые приходили сюда молиться. А еще в этом храме молились при подписании Айгунского договора. В 1997 году было освящено место по строительству кафедрального собора. Этот собор был построен по образцу той церкви, которую разрушили в 1920-х годах. В храме есть святыни, но самые дорогие для каждого амурчанина. Это, конечно же, чудотворная икона Божьей Матери и икона первосвятителя Ионакентия Московского с частицей мощи святого. Братская могила в селе Верхнеблаговещенском – это драматический исторический памятник Преамойи. В земле 29 казаков, которые стали жертвами неприветливой зимы на Усть-Зейском посту. Сегодня место захоронения отмечено Большим Поклонным Крестом с фамилиями, которые дошли до наших дней. Территория Дальнего Востока обильно полита казачьей крови, но других особых памятников в честь первопроходцев практически нет. Выше Пасхона в 2011 году, почти на вершине сопки, был заложен камень будущего памятника. Сейчас мы туда поднимемся. На памятнике запечатлены офицер и двое рядовых казаков. Они причалили на плотах берегу Амура, поднялись на сопку, пока внизу обустраивается лагерь. Офицер серьезен и задумчив, он отвечает за людей, за ту миссию, которая на них возложена. Один из рядовых смотрит вдаль, второй на фоне новых ощущений сложил ладони, рупором и кричит. Лица казаков не фантазия художника. В 60-х годах прошлого века на Албазинском остроге были найдены несколько десятков черепов. По ним изготовили восковые фигуры, где и увидели лица своих предков. Каждая фигура высотой от 2,5 метра. Наши границы всегда под пристальным оком наших пограничников. И этих трех казаков, которые устремляют свой взор на границу Китая. Мы находимся с вами на памятнике палатка Муравьева-Амурского. Он был поставлен в 1868 году. В честь третьей экспедиции Муравьева-Амурского на эту землю. Присоединение к России Левобережного Преамурья было щедро вознаграждено в нашем Отечестве. Губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев получил титул графа с прибавкой к фамилии почетного звания Амурский. А в 1868 году в Верхнеблаговещенском был поставлен памятник на месте его палатки и видимой форме нее. Этот договор высоко оценили в Петербурге. Вслед за подписанием Айгунского договора последовал императорский указ об образовании Амурской области. Мы сейчас находимся в месте, мимо которого не проходит ни одна экскурсия. Это площадь Победы и памятник воинам-амурцам, погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Мемориал состоит из высоковертикальной стелы, на лицевой грани которой рельефными буквами нанесена надпись «В воинам-амурцам, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне». Мемориальный ансамбль был заложен 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы над Германией. Открыт мемориал был 23 сентября 1967 года. Памятник является объектом культурного наследия. Благодаря мемориалу в 1975 году площадь получила имя Победы. К обелиску ведет дорожка, выложенная из тротуарной плитки. Это аллея памяти. По обеим ее сторонам расположены бетонные надолбы. В 2009 году за обелиском была возведена стена памяти. Она облицована красным гранитом и на ней расположены фамилии героев Советского Союза. Над стеной расположена георгиевская лента. Все вместе это единый ансамбль, воздвигнутый погибшим амурчаным земляками. Триумфальная арка была построена 4 июня 1891 года к приезду в город Цецаревича Николая II. Будущий император посетил три города – Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. В этих городах к приезду монаршей особы возводились триумфальные арки – царские ворота. Благовещенск на то время был самым крупным городом, поэтому решили возвести арку намного выше, чем в других городах. И построили эту арку в кратчайшие сроки за полгода, причем в зимнее время. Арка представляла собой каменные ворота с надписью «Память пребывания государя-наследника-цецаревича Николая Александровича». В 1928 году триумфальная арка сильно пострадала во время наводнения. Денег на выставление памятника не было, и каменные ворота разобрали. В 2003 году в Благовещенске началась кампания по восстановлению арки. Когда строители закладывали фундамент новых ворот, они обнаружили остатки старого основания и доставили их в Краевеческий музей. А в новый фундамент поместили капсулу с посланием потомков. Если не считать релочный переулок, вся жизнь города Благовещенска начинается с набережной. Пограничные столбы в Благовещенске можно встретить прямо на набережной, а в зимнее время пограничные будки материализуются на льду. Приглашаем гостей и жителей нашего замечательного города посетить обзорную экскурсию по историческим и памятным местам города Благовещенска, которая будет проходить по основным улицам и площадям. Яркие впечатления, масса позитивных эмоций вам обеспечены. Ждем вас! Редактор субтитров А.Семкин